Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все вокруг едят мороженое, шоколад, торты, а я такой в сторонке И знаете, мне действительно было нормально Все потому, что другие родители говорили Нет, давайте сегодня без Сергея Меня просто не звали на эти мероприятия Так, в принципе, прошло все мое детство Юность И в какой-то прекрасный момент я просыпаюсь и думаю Блин, я маркетолог от Бога Все Я сделал резюме Разослал примерно в 10 рекламных агентств Сижу Жду День Два Десять Тишина Ничего не происходит В какой-то момент я думаю Отлично, давай пойдем другой дорогой Я договорился на какое-то собеседование Не знаю каким чудом Пришел Надел лучшие брюки, белую рубашку Начистил туфли Рассказываю, какой я замечательный человек Какой я крутой специалист Практически жонглирую словами И знаете, что они мне ответили? Нет Они помогали мне ручкой Я вышел из офиса И я понимаю, что все Я разбит Так делалось сутки Я подумал, отлично Это же всего лишь первое собеседование Впереди еще десять И, собственно, я получил второй так отказ Третий и десятый Где-то около нескольких месяцев я думал Действительно, мир зло Никакого чуда не произойдет Все ужасно Потом я понял Сергей, все хорошо Давай планочку свою понизим Так я получил свою первую работу В какой-то момент я осознал, что я ее ненавижу Просто презираю до глубины души Как и вторую работу И третью работу И вот подумайте Что такое Отерпеть один год Когда ты ненавидишь работу? Это нормально Все мы проходили распределение Вот только представьте Пять лет вот так прожить Десять Двадцать Всю жизнь И это действительно ужасно Я помню момент своего эмоционального накала Я сидел на кухне У меня был абсолютно пустой взгляд Это действительно делается месяцами В один прекрасный день Ко мне пришла подруга и сказала Сергей, я тут, чтобы поддержать тебя Это был такой щелчок Я осознал, что я нахожусь на каком-то эмоциональном дне От которого необходимо Как-то выбираться И знаете, все получилось Сейчас я бренд-менеджер Одной из самых крупнейших компаний в Беларуси Я работаю над двумя самыми дорогими И сложными проектами компании Я получаю те самые 36 нет Каждый день от своих руководителей Подрядчиков Коллег Друзей Вот только сейчас я воспринимаю их абсолютно нормально Потому что моя история Научила меня нескольким вещам Во-первых, всегда стойте на своем Не важно, что происходит вокруг Хотите петь? Вперед Хотите вышивать крестиком? Пожалуйста У вас все получится Самое главное — желание Не надо гнаться за всеми деньгами этого мира Все получится, если захотеть Потому что нет — это всего лишь одна из форм ответа Вы можете получить «да» Вам могут сказать «нет» Вам могут сказать «да нет, наверное» Когда я устраивался на эту работу Мне сказали «Сергей, давай попробуем» И мы попробовали И все удачно получается При этом всегда не забывайте, что эмоции — это часть вас самих Дайте им волю Мы все прекрасно любим делиться своей улыбкой, счастьем, радостью А что происходит с горестем? Со слезами? Максимум, что мы можем сделать — это прийти вечером и продать в подушку И это действительно самое лучшее, что вы можете сделать Обычно мы все отрицаем свои негативные эмоции и пытаемся их скрыть Мы же все сильные, как скала Вот только сила заключается в том, чтобы быть честным по отношению к себе Дайте себе возможность пострадать какое-то время Помните, что это все действительно временно Отстрадали и пошли дальше Про то самое эмоциональное дно, про которое я говорил А рано или поздно вы сами захотите оттуда выбраться Вспомните, как в детстве вы смотрели на все огромными большими глазами Воспринимаете «нет» как какую-то игру Вам отказали, вы по какому-то алгоритму пошли дальше Это новый уровень, новый этап Скажите себе «тоже нет» Объявите «нет» челлендж Придите домой сегодня, запишите на бумаге Десять, сто последних отказов, которые вам давали и говорили Посмотрите на них совсем другими глазами Возможно, вы сейчас скажете, что все это смешно Возможно, вы скажете спасибо всем этим отказам За то, что сделали вас таким, какие вы и есть сейчас Если бы я когда-то послушал своего потенциального работодателя Который сказал «нет» Сергей мало опыта Я бы не стоял сейчас на этой сцене Я задал себе вопрос Что самого сложного, страшного может произойти, если мне скажут «нет»? Да по факту ничего Ничего не произойдет Уволятся работы? Какой работы? Кто-то умрет? Нет Да, мне будет сложно Возможно, мне придется посидеть несколько месяцев на овсянке Но по факту ничего нерешаемого И знаете, вот то самое рекламное агентство, которое тогда сказало мне «нет» До сих пор существует Каждый месяц они стабильно мне звонят и говорят «Сергей, давай поработаем вместе» А я говорю им «нет» И не потому, что я такая вот сволочь злопамятная, да? А потому что сейчас их уровня мне недостаточно Благодаря их отказу я дошел до более высокого уровня, чем они сами И знаете, все получается действительно так, как надо Если одна дверь закрывается, то рядом открывается совсем новая В моей жизни это получилось Помните про то, что вижу цель? Не вижу препятствий Оно все происходит именно так И я уверен, что у вас оно тоже получится Спасибо Спасибо